Ну что ж, к одной из самых, наверное, громких тем дня в России скорректируют сроки проведения ЕГЭ. С 8 июня их перенесут на более поздний период. На какое именно, непонятно, экзамены будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы. Об этом сегодня сообщили в Минпросвещение. Сейчас на прямой связи с нами заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Дмитрий Евгеньевич, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Простите, пожалуйста, ну вот как говорится, понятно, что ничего не понятно. Ну, понятно, это я про то, почему решено перенести ЕГЭ, это пандемия, здесь никаких вопросов. Непонятно, это про сроки, и вот здесь как раз понятно, почему непонятно. Мы же не знаем, когда закончится пандемия. Но вот первый вопрос, который сейчас, наверное, задают родители в первую очередь, на какой период хотя бы готовиться? Ведь дело ответственное, от которого, ну, фактически вся жизнь последующая зависит. Ну, как мы раньше и говорили, для нас очень важно своевременно закончить учебный год и подготовиться к началу своевременно, к началу традиционного, но будущего учебного года. Поэтому мы понимаем сегодня во взаимодействии с Роспотребнадзором России, Министерством здравоохранения России и ведем мониторинг совместно с главами субъектов страны состояния, положения развития коронавирусной инфекции, для того, чтобы определиться со сроками проведения единого госэкзамена. Сегодня совершенно точно мы можем сказать несколько вещей. Ну, во-первых, что 8 июня экзамен мы не сможем провести, нам придется провести это в несколько более позднее время, а для того, чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах и в течение ближайших дней объявим точные сроки. Мы надеемся, что это произойдет в июне месяце, но это будет зависеть от развития ситуации с самой коронавирусной инфекцией. Дмитрий Евгеньевич, я правильно Вас понял, что ЕГЭ могут провести в каком-то регионе, а в каком-то регионе могут перенести на более, ну, какой-то, я не знаю, там, отдаленный срок? Нет, ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию. Это единое расписание мы на сегодняшний день приготовили, обсуждаем его с коллегами, и вот как только мы определимся с датой старта ЕГЭ, мы сразу его обнародуем. Но это будет единое расписание для всей страны. Понятно, понятно. По поводу того, как будет проводиться этот единый госэкзамен, мы, наверное, все-таки можем уже предположить, что вот вирус, который сейчас, ну, в такой, можно сказать, острой фазе, даже потом, когда он перейдет, ну, пойдет на спад, все-таки нужно будет соблюдать определенное карантинное или околокарантинное мероприятие, да? И, скорее всего, единый госэкзамен, когда он будет проводиться, он тоже пойдет по каким-то особым правилам. Вы уже просчитывали как раз вот этот вариант развития событий? Совершенно верно. С Роспотребнадзором России мы подготовили соответствующие рекомендации, направили их во все региональные министерства образования. И начинается подготовка по выполнению определенных дополнительных требований противоэпидемиологического характера, которые позволят в комфортных условиях, но в то же время с соблюдением дополнительных санитарных мероприятий, провести данный экзамен. Это мероприятие будут касаться и входного фильтра контроля на входе образовательного учреждения с тем, чтобы не допустить скопления массива школьников при входе в школу. Во-вторых, это дезинфекция дополнительно всех помещений образовательных учреждений. Это и создание условий для обработки рук. Это в том числе и обеззараживание воздуха, и дополнительный режим, связанный с проветриванием, обеззараживанием воздуха. И таким образом, для того, чтобы это было безопасно, нахождение детей в школах во время экзамена. Ну и, конечно же, это дополнительные средства индивидуальной защиты тех людей, которые будут организовывать само проведение экзамена. Понятно. Вот уже было объявлено, что ЕГЭ на более поздних сроках, я так понимаю, все-таки будут сдавать только те абитуриенты, получается, которые собираются потом поступать в высшее учебное заведение. А почему только они? Почему остальным не придется как раз проходить это испытание? Наша задача создать, во-первых, условия для того, чтобы мы могли аттестовать выпускников и девятых, и одиннадцатых классов. Поэтому выпускников этих классов мы проведем аттестацию по результатам текущих оценок, без каких-то дополнительных контрольных и проверочных работ. И это позволит не просто аттестовать, но выдать аттестаты. И всем тем выпускникам девятых и одиннадцатых классов, которые планируют продолжение обучения в учреждениях среднего профессионального образования, это позволит в установленные сроки подать свои документы и совершенно спокойно поступить в учреждения СПО. Те выпускники одиннадцатых классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах Российской Федерации, им, конечно, будет необходимо обязательно выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо студенту выбрать, вернее, выпускнику школы выбрать для того, чтобы, исходя из того, на какой факультет, в какой университет он поступает, исходя из требований этого вуза. Ну, с теми, кто претендует на высшее образование, здесь понятно, да? Все-таки ЕГЭ — это обретеленный объективный срез знаний, в отличие от как раз классических школьных оценок, которые, как мы знаем, здесь есть определенный элемент субъективизма. Но все-таки для тех, которые будут потом учиться на среднеспециальных каких-то, в среднеспециальных учебных заведениях, будет какой-то дополнительный, там, не знаю, срез знаний, такой же примерно? Ну, для поступления в учреждение среднего профессионального образования в этом году... Ну, во-первых, у нас нет оснований считать, что учителя будут субъективно выставлять оценки. Конечно, такие случаи могут быть. Мы это с коллегами обсуждаем в регионах и будем осуществлять соответствующий мониторинг. В то же время, считывая текущую ситуацию с развитием такой эпидемии, будет создано условие для того, чтобы дистанционно подать документы для поступления в учреждение среднего профессионального образования, для того, чтобы как раз в более спокойных условиях дать возможность выпускникам подать документы и поступить в учреждение СПО. Я так понимаю, у нас, к сожалению, времени не очень много, но вопросов наверняка у родителей, у самих детей тоже предостаточно. Есть ли какая-то горячая линия или консультационный центр, куда вот выпускники, их родители могут позвонить, чтобы получить ответы? У нас уже второй месяц работает горячая линия, ее телефон плюс 7 800 291 85, предлагаю туда всем звонить. Очень многие родители звонят и получают соответствующие ответы на их вопросы. Иногда это даже жалобы, но консультации вы получите точно. Дмитрий Евгеньевич, спасибо, что ответили на наши вопросы, на некоторые из них вернее. Я напомню, на прямой связи с нами был заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.